Морозка И вот задумала старуха падчерицу сосвету жить. Вези ее, старик, куда хочешь, говорит она мужу. Вези, чтобы глаза мои ее не видели. Вези в лес на трескучий мороз. Старик затужил, заплакал, однако делать нечего. Бабу не переспоришь. Запряг он лошадь и говорит дочери. Садись, Настенька, в сани. Настенька послушно села в сани и поехали они в лес. Подъехал старик с Настенькой к большому сугробу и говорит. Настенька, дочка моя милая, прости меня. Нельзя тебе возвращаться домой. Велела старуха оставить тебя здесь. Сказал это старик и заплакал. Не плачь, батюшка, отвечает Настенька. Поезжай домой, а обо мне не беспокойся. Сидит Настенька под елью, думает об отце родимом, о сестрице, о злой мачехе. А зноб ее пробирает. Вдруг слышит морозка по лесу потрескивает. С елки на елку поскакивает, пощелкивает. Подошел морозка к еле, под которой Настенька сидит и спрашивает. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красавица? Тепло, батюшка, тепло, морозушка, отвечает Настенька, а у самой зуб на зуб не попадает. Обошел он вокруг ели, напустил морозу пуще прежнего и опять спрашивает. Ну, а сейчас тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красавица? Тепло, батюшка, тепло, морозушка. Так холодно было Настеньке, что еле сдерживала она свои слезы. Увидел это морозка и еще раз обошел вокруг ели. Затрещал мороз еще сильнее. И вновь он спрашивает Настеньку. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красавица? Тепло, батюшка, тепло, морозушка, отвечает Настенька, а сама лицо ладошками закрыла, чувствуя, что засыпает от холода. Сжалился над ней морозка, окутал ее теплыми шубами да тулупами, отогрел пуховыми одеялами. А тем временем злое мачеха радуется, что сжила сосвету бедную падчерицу. Знает, что в такой мороз не выжить в лесу девушки. Говорит она мужу. Поезжай, старик, к тому месту, где оставил ты Настеньку, да привези ее назад. Поехал старик в лес. Подъезжает к тому месту, где оставил он дочку. Смотрит, сидит Настенька у той же ели. Румяная, веселая, в собольей шубе, вся в золоте-серебре. И около нее большой сундук с богатыми подарками. Старик обрадовался, что жива Настенька. Усадил ее в сани вместе с добром и повез домой. Дома старуха блины печет, а собачка под столом... Тяп-тяп! Старикову дочь в золоте-серебре везут, а старухину замуж не берут. Старуха бросила ей блин и говорит... Неправильно ты лаешь, наоборот надо. Старухину дочь замуж берут, а стариковой дочке косточки везут. Собачка съела блин и опять за свое. Тяп-тяп! Старикову дочь в золоте-серебре везут, а старухину замуж не берут. Уж чего только старуха не делала. И блины ей кидала, и била ее. Собачка, знаешь, свое лает? Вдруг заскрипели ворота, отворилась дверь. Ходит в избу падчерица, вся в золоте-серебре так и сияет. А за ней несут большой сундук с богатыми подарками. Старуха взглянула на нее и чуть не умерла от зависти. Запрягай, старик, другую лошадь. Вези мою дочь в лес на то же место. Хочу, чтобы и у Марфушеньки было столько же подарков. Приказывает она мужу. Старик, знай свое. Выполняет старухины приказы. Посадил он Марфушеньку в сани и повез ее в лес на то же место под высокую ель. Оставил ее там, а сам вернулся домой. Старухина дочь сидит, зубами стучит. А Морозка по лесу потрескивает. С елки на елку перескакивает. Пощелкивает. На старухину дочь поглядывает. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, милая? Она ему... Ой, студена, не скрипи и не трещи, Морозка. Морозка подошел к еле, под которой сидела Марфушенька, напустил Морозу и спрашивает. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, милая? А она ему... Ой, руки-ноги отмерзли. Уйди, сгинь, проклятый Морозка. Морозка обошел вокруг ели, стал пуще потрескивать, пощелкивать и опять спрашивает Марфушеньку, тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, милая? Ой, совсем застудил, закричала старухина дочка. Сгинь, пропади, проклятый Морозка. Рассердился Морозка. Да так дохнул Морозом, что старухина дочь едва не окоченела. Чуть свет старуха посылает мужа. Запрягай скорее, старик, поезжай за дочерью. Небось сидит там с подарками в злате серебре, тебя дожидается. Старик уехал, а собачка под столом. Тяф-тяф! Старикову дочь женихи замуж возьмут, а старухиной дочери в мешке косточки везут. Старуха как закричит на собачку! Не так ты лаешь, глупая! А собачка, знай свое. Заскрепели ворота. Старуха кинулась встречать дочь. Рогожу отвернула в санях. Глядь, а дочь чуть живая. Заголосила старуха. Старуха, да поздно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова А.Кулакова